Всем привет! В эфире РСС Ленто 2 и с вами я, Дима Кордием. Сегодня в нашем выпуске. Молодая гвардия ищет героев нашего времени. Новая басистка Пиксис. Макалей Калкин успевает пиццу. Золотой мяч и фейсбук. Звезда фильмов «Один дома» Макалей Калкин теперь поет и играет на барабанах в созданной им группе «The Pizza Underground». Этот коллектив издевается над песнями «The Velvet Underground», переделывая тексты Лурида таким образом, что они все становятся песнями о пицце. В интернете можно обнаружить 9-минутное демо по паре группы, состоящее из 9 треков. Пока не ясно, куда Калкин заведет творчество на этот раз, но на счету «The Pizza Underground» уже есть несколько живых выступлений. Группа Пиксис нашла новую басистку. 39-летняя аргентино-американская мультиинструменталистка Пес Ланшантен будет выступать с коллектива в рамках ближайшего гастрольного тура группы. Продолжить ли группа сотрудничества с новой басисткой после окончания гастролей пока неизвестно. Ланшантен, которая помимо бас-гитары играет на скрипке, фортепиано и гитаре, ранее сотрудничала с группами «A Perfect Circle» и «Queens of the Stone Age». Международная федерация футбола назвала главных претендентов на премию «Золотой мяч». Этими тремя игроками стали форвард Барселоны Лионель Месси, полузащитник мадридского Реала Криштиану Роналду и хаффбэк мюнхенской Баварии Франк Рибери. Отметим, что самые высокие ставки букмекеры делают на Криштиану Роналду. Им и победителя назовут 13 января следующего года. Инженер Facebook Дэн Мюррел заявил, что в этой социальной сети может появиться кнопка «Sympathize» — «Сочувствую». Кнопка будет использоваться в постах, сообщающих плохие новости и другую негативную информацию. Она поможет избежать недоразумений, когда под постами, в которых говорится о смерти или катастрофе, появляются лайки. Общественная организация «Молодая гвардия» воспитывает молодые поколения прямо в центре столицы. На площади революции активисты устроили праздник «День героя». Были там и просто выдающиеся люди, и те, кому стоит брать с них пример. Вот такие простые ребята делают историю. Молодежь награждает аплодисментами и улыбками тех, кто точно проживает свою жизнь не зря. Герои нашего времени — это и бойцы невидимого фронта, такие как многодетные мамы, и те, кто бережет общественный покой. Отважные полицейские и сотрудники МЧС. Каждый из них внес большой вклад в дело всеобщего мира. Самое сложное — это терять друзей, терять своих близких друзей, независимо, кто они, да, те, с кем я общался, вот потерять друга. Это самое сложное. Жизнь не заканчивается только на компьютерах, жизнь не заканчивается только на каких-то барах или кабаках, но, грубо говоря, да, жизнь совершенно другая. И научиться жизни, научиться в этой жизни правильно поставить себя, сделать правильный выбор — это очень важно. Акция приурочена ко Дню Героев Отечества, которая ежегодно отмечается в России 9 декабря. Но это не разовое мероприятие. Это начало грандиозного общероссийского проекта. Присылайте информацию о выдающихся поступках людей на специально созданной организацией «Молодая гвардия» портал героевремени.ру. И тогда вся страна поймет, что принцип «один за всех» гораздо лучше, чем каждый за себя. На этом пока все. Следи за нашим эфиром, и ты узнаешь еще больше интересного. Это был Дима Кордия и RSS Lent O2. Новости о том, что тебе интересно, потому что O2 — это про тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова